Сила во время войны это в единстве. Единстве, патриотизме, это основное оружие для того, чтобы победить врага. К сожалению, часто из-за нашей глупости, а чаще всего по заказу нашего врага, Российской Федерации, которая аннексировала нашу территорию, проводят провокации на нашей территории и сталкивают людей лбами. И у нас не хватает толерантности и уважения для того, чтобы увидеть, что на самом деле мы разрешаем друг друга. Если мы возьмем историю, мы знаем, что, как говорил Индира Ганди, история – это лучший учитель, у которого худшие ученики. Вот город Иерусалим, когда был в осаде от римлян, его нельзя было взять. Потому что настолько были крепкие стены Иерусалима, что не могли осадить, не могли ничего сделать. И запасов еды хватало нам достаточно большое количество времени. Но римляне захватили Иерусалим, когда внутри началась война между собой, и она закончилась тем, что открыли ворота Иерусалима. Вот я очень переживаю, что мы можем повторить эти же ошибки в этой истории. Мне от этого очень больно. Мы должны находить точки не где у нас зрада, а чем нам гордиться, где мы победили, где мы можем гордиться нашими героями, нашими достижениями. И это должно быть основным тезисом нашей ситуации. Но часто, к сожалению, мы так привыкли находить каких-то там врагов в самих себя зачастую.